День на седьмом День на седьмом Немножко вообще о своем проекте, о ее сути, о идее и потом о проделанной работе в двух-трех словах. Вы его называете танцевально-образовательным проектом. Танцевально-образовательным. Почему? Да. Проект многогранный. И мы, обращаясь к организаторам определенного города, мы предлагаем им программу, что у нас есть. У нас есть лекции, у нас есть мастер-классы, у нас есть социальные классы для детей, для инвалидов, для глухонемых, для людей с особыми потребностями. И мы предлагаем им обратиться к этим людям, и по возможности, если у них получается, мы приезжаем и даем им соответствующий материал. В Одессе здесь к вам кто пошел на встречу? Я знаю, что у вас социальная составляющая очень важная, да? Вы приезжаете и к колясочникам в том числе, и танцуете с ними. Да. В Одессе у нас был вчера блог, и мы работали с детьми. С детьми из детского приюта и с детьми из детдома. Это невероятно благодарная работа, потому что для этого создан как раз и проект. Мы понимаем, что когда мы приезжаем, когда мы даем информацию, когда мы делимся с детьми, мы чувствуем, что эта информация им нужна, что им интересно, и что с помощью тела, с помощью движения, с помощью танца они становятся немножко открытием к этому миру. Они становятся немножко... Интерес появляется какой-то в принципе в жизни. То есть они видят, что жизнь не только дом и там еда, и они понимают, что этот мир немножко более обширный, и что в нем есть еще много чего интересного и увлекательного. А правда, что танец открывает? Он дает какие-то возможности, да? И как вообще чувствуют себя ваши гости, давайте их так назовем, после танцев совместных? Суть вообще того, как мы работаем, принцип работы современного танца... Ну вообще, что такое вообще современный танец? Очень многие люди... Что так? Не все понимают, если честно. Да. Очень многих людей есть не совсем полное раскрытие деятельности современного танца. То есть многие его вообще просто ассоциируют, например, как с уличным танцем. Это не то. Это другая степень. Ну и уличные, да, мы там берем хип-хоп или брейкинг. Это другая история. Многие ассоциируют его только с contemporary dance, который настолько, скажем так, популярен на телевизионных шоу, где люди создают невероятно плаксивые истории, бьются головой о пол, кричат, падают в колени. И на этом все заканчивается. Нет, друзья, это всего лишь верхушка айсберга. Огромнейший материал находится внизу. Огромнейший интерес находится немножко в той сфере, которая еще пока неизвестна. И в первую очередь современный танец, он несет индивидуальное развитие, индивидуальное восприятие мира искусства. Когда мы приходим к детям, мы не учим их просто связки танцевальные и показываем, что, ребята, вот сделайте ручку вправо, ручку влево. Это полный бред. В этом нет никакого интереса, в этом нет интереса развития. Мы приходим с материалом, который предлагаем детям поработать с той или иной сферой, с той или иной задачей, проявить их индивидуальность, проявить их мышление, смекалку и фантазию. И тогда мы видим результат, что каждый раз после мастер-класса мы слышим индивидуальные отзывы. Мы понимаем, что наш материал дослучался до каждого человека, и там он отобразился по одному. Кто-то сказал, что мне было это интересно, кто-то понял, что можно, например, делать ту или иную вещь. В общем, он говорит, а почему я этого не могу делать дома, сидя за компьютером? Я говорю, вы можете делать всё, вы можете танцевать когда угодно и как угодно. Главное, ваш подход, главное, ваше мышление, как вы этим оперируете. То есть даже в эфире можно танцевать? Ну вот смотрите, я сижу, я жестикулирую. Давайте отключим мой голос, включим музыку, приглушим свет. Уже получается что-то другое, получается искусство. Современный танец призван транслировать мысль. Если есть мысль, есть идея, в этом вкус. Если в этом просто, если мы современный танец привносим в шоу, шоу это совсем иное. Шоу это развлекаловка, где люди приходят, они получают дозу информации, потом срабатывает фактор вау, все хлопают, уходят. И что? Через пять минут они уже не помнят, что было. Здесь должна быть история, наверное, в шоу. А в танце, я как вас понимаю, должна быть жизнь, эмоция. Очень такой каверзный вопрос. Я думаю, здесь везде есть и история, и жизнь. И просто современный танец немножко глубже. Мы стараемся говорить... Со своей философией? Да. В первую очередь мы стараемся говорить на актуальные темы. То есть люди, которые занимаются современным искусством, им нет смысла говорить о вымышленном каких-то неизвестных историях, о прошлом, о Ромео и Джульетте. Почему мы не можем говорить о современных проблематиках, но языком танца и интересно, и со сцены, и со светом? Мы можем, мы хотим, мы делаем это. Почему мы не можем использовать современный танец как рычаг работы, например, с проблемами, там, с политическими или еще что-нибудь? Ой, я прям вижу, Верховная Рада выходит, и все депутаты начинают танцевать. Нет, это не об этом. Это о том, что мы... Это о том, что танцоры... Это как раз о том, что танцоры могут говорить об этом, о интересных, важных вещах. Не депутаты. В этом нет смысла. Я поняла. Хорошо. У вас очень много проектов, на самом деле, и один из них такой триод называется, да? Да, втроем вы еще со своими друзьями, компаньонами, вы там выступаете хореографом и танцором, там какие-то, в общем, сцены у вас специальные, честно сказать, с первого взгляда сразу же не поймешь. Мы можем сейчас посмотреть, а потом вместе мы с вами поговорим, и вы мне попробуйте объяснить, еще и телезрителям, о том, о чем вы там танцевали. Это просто проморолик. Хорошо, проморолик, но он объяснит немножко, что такое современный танец, еще и в вашем основе. Давайте попробуем. Давайте посмотрим. Продолжение следует... Продолжение следует... Скажите, должны ли люди, которые увидели этот танец, сами его интерпретировать? Либо все-таки вы бы хотели, чтобы они поняли, что вы хотели им донести? Я расскажу приблизительную схему, которая одна из вариантов, которая работает в современном искусстве. Когда люди приходят смотреть какой-нибудь спектакль, им интересно сначала узнать, о чем этот спектакль. Ну, хотя бы тему. Если они не знают тему, то они, получается, попадают в неизвестно куда, неизвестно почему эти люди бегают и прыгают. И это их немножко шокирует. Это неправильно. Но когда люди узнают тему, когда они приходят, видят уже какой-то материал, то, конечно же, каждый человек интерпретирует уже немножко по-своему. Это было бы ужасно, если бы все зрители выходили с одним и тем же мнением. Я всегда призываю на вечерах современного танца, который мы организуем, который будет и завтра, каждого зрителя, даже если это ваш брат или ваш друг или ваша мама и папа, если ваши точки мнения не совпадают после спектакля, не ругайтесь. Станцуйте вместе. Вы можете станцовать вместе, но подискусируйте, потому что в этом есть вкус. Когда у людей рождается своя мысль. Что, почему и как. Потому что одного может задеть вообще не то, что происходило на сцене, а, возможно, стоящий сбоку стул. И он скажет, так может быть, как бы этот стул, он и есть центром этого всего внимания, а ребята, которые танцуют, это вообще не о том. Поэтому... На самом деле это хорошо. Искусство должно заставлять думать. Титанец в том числе. Да, это об этом. Это как раз все об этом. Вы сказали, что завтра концерт будет. Да, завтра будет... Это не концерт, это больше... Это ветер современного танца. Это... Мы просто это называем общей шапкой. Это два танцевальных спектакля. Завтра будет два танцевальных спектакля. Один, который является нашей работой. Наши... Собственно говоря, я как хореограф, но работали мы все над этой общей идеей с моими танцорами, так как с Киева. И работа местных ребят из Одессы Наташи Моисеевой. Вы хореограф, на самом деле, с потрясающей биографией. Почитать о вас. Вы еще в 2012 году начали стажировку в Европе, да, в Литве. И в Германии вы были, и в Израиле, и в Испании. И очень-очень много, на самом деле, пунктов, в которых вы обучались. Но в основном это европейские города. И только вот в 2015 году, я вижу, что в 2015, вот ближе уже к нашему времени, вы переехали в Киев. Расскажите, понимает ли вообще Украина современное искусство? И почему вы начали с Европы именно и привезли теперь сюда? Более того, она не только понимает, она еще и нуждается в этом. Мы видим, мы чувствуем, что нашим людям, у наших людей есть потребность в интеллектуальном искусстве. Мы очень часто слышим отзывы, приятные, теперь через пару дней, через 2-3 дня, когда проходят наши концерты, у нас есть наша страничка, у нас есть как менеджер, с которым всегда сконнектится с людьми, что спасибо, ребята, что вы не дали нам фастфуда. Вот где-то это так очень грубо, но где-то это так, что люди говорят, спасибо, что мы пришли, мы почувствовали, что мы здесь не лишние, что мы были с вами, и мы мыслили во время вашего спектакля, что мы могли генерировать мысли и не только наслаждаться красивой картинкой. Красивая картинка, да, это безупречно. Вот сзади нас прекрасная красивая картинка, но она ничего не несет, кроме того, что это дерево. Но на сцене просто картинки мало. История, возможно, но будет ли тогда интересно зрителю просто прочитать историю? Ну вот я прочитал анекдот, я все в нем прекрасно понял. Что дальше? Ничего, через 2 минуты я его забываю. Когда зритель на сцене видит идею, вокруг которой развивается что-то, причем если идея немножко глубже, чем просто поверхностная какая-то, он начинает это примерять на себя, примерять на жизнь окружающих, примерять на то, что происходит вместе с ним. С чем бы вы сравнили искусство танца? С литературой, может быть, с полетом? С чем можно сравнить это? Я думаю, это невероятнейший синтез. Ну потому что современный танец, он старается синтезировать со всеми видами искусства. Он и с поэзией, и с полетом, и с мыслью. Каждая продукция, которая выходит на сцену, она уникальна. То есть невозможно предуссказать, как она будет работать. То есть для кого-то, кто посмотрит, это будет полет. Он выйдет и скажет, мне так легко, мне так хорошо, этот спектакль меня вдохновил, я нашел кучу-кучу идей. А кто-то выйдет и увидит на сцене, как там, я не знаю, ну извините за выражение, там грязь происходит, мусор летит, какая-то чепуха полнейшая. Но в этом есть мысль. И он скажет, ой, меня это так нагрузило, но в этом было что-то хорошее. Это очень индивидуально. Я вернусь немножко в предыдущую историю, которую вопрос дам. Почему так произошло в моей жизни? И изначально моей целью, моим желанием, всеми моим нутром, я хочу работать здесь и развивать это здесь. Я вижу огромный потенциал в наших людях, танцорах, в первую очередь, которые хотят тоже и могут. Я вижу огромный потенциал в наших зрителей, которые отзываются, что ребята, ну давайте, пожалуйста, то есть делайте, делайте, нам мы хотим. И они пишут, и мы с радостью это делаем, вот как это будет сегодня. Мне нужна была практика, и моя практика продолжается. Я никогда не останавливаюсь, я езжу, постоянно образовываюсь. Я этим летом на месяц уезжаю в Европу по разной компании искать, 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 искать. Если бы этого не случилось, я бы никогда не получил бы опыт работы с людьми с особыми потребностями, которые мы сейчас с ними здесь работаем, в Украине. Мы приходим, мы даем мастер-классы для глухонемых людей, для людей-колясочников. До нас это где-то, где-то это происходило, я уверен. Но так, чтобы это было систематически и постоянно, я не слышал. И мы стараемся сейчас это делать. И мы видим, что людям это нужно, потому что мы чувствуем отголос в этом. Мы приходим, мы даем им информацию, они говорят, спасибо, мы, ну, это то, что нам нужно. Много у вас учеников есть, последователей, быть может? Ну, в свое время и сейчас я продолжаю вести какие-то классы, студии, группы. У меня это есть. Но в большей степени сейчас появились сотрудничества, компаньоны. Да. То есть зрелые люди, которые хотят, которые точно так же мыслят, единомышленники, которых не нужно обучать, которые уже и так все знают, и мы с которыми продолжаем сотрудничать. Таких людей много, и это очень радует. В каждом городе, и точно так же, как и в Киеве, точно так же, как и мои танцоры, которые здесь, это все компаньоны. Мы не работаем ни на каких, там, ни на контрактных основах, ни на основах бизнеса. Мы приходим, у нас есть желание, и мы творим. Сейчас очень много шоу для того, чтобы продемонстрировать себя разнообразных конкурсов. Вы немножечко так сказали, как вы относитесь к шоу, что это как вспышка, да, вот она есть, и завтра ее нет. Какую вы видите сцену для современного танца? Подходит ли формат шоу для него? Или же это все-таки должен быть такой андеграунд, может быть какой-то? Или вообще сцены не должно быть, а человек просто на улице без барьера может там начать танцевать и демонстрировать свои умения? Если именно касательно этой площадки сценической, подходит абсолютно все. Подходит все, где бы могло это воплотиться, если это считается нужным. У нас есть и были проекты, где мы работали и на улицах, где мы работали в библиотеках, где мы работали на заводах. То есть мы приходили, мы оборудовали площадку, и мы приглашали туда людей. Если то, где это происходит, создает определенную атмосферу, почему нет? Если у нас пиктакль, например, или там тема про жизнь и работу шахтеров, ну какой смысл выносить это все на гламурную сцену? Ну, например, я грубо говорю, где все чистенько и зализно. Это можно показать, например, на заводе. Интересно? Интересно. Зритель придет, а почему нет? Если для него все оборудовано, есть площадка, есть чистый зал, есть в смысле стулья, где они могут сесть, почему нет? Это же работает? Работает. Сейчас только прошла презентация проекта, правильно? Ретансформация. А будет ли он работать в Одессе дальше? Проект не односрочный. То есть он рассчитан на промежуточный период и на возвращение. Мы всегда ищем компаньонов, мы обращаемся к людям, где кто хочет этим заниматься. То есть мы, ребята, которые находимся в центре, в Киеве, и я занимаюсь сендингом, то есть я ищу людей. Я предлагаю, вы хотите, чтобы мы сработали с вашим городом? Да, мы хотим. Мы присылаем, мы работаем дальше. Потом мы обсуждаем, хотите ли вы сотрудничать дальше? Да, мы хотим. Когда? Тогда-то, тогда-то, тогда-то. И мы работаем, работаем с этим дальше. Проект будет возвращаться, проект слышит отголосы, и проект уже планирует на сентября следующие поездки по городам, которые у нас еще появились, партнеры, такие как Хмельницкий, такие как Львов, и возвращаться в города, где мы уже побывали, в Роуном, Харькове, Херсоне, и так далее. Спасибо огромное, что вы приехали к нам. Я еще раз хочу поздравить вас с днем рождения. Я надеюсь, что действительно вот наша светлая студия вас впечатлила и оставила какие-то приятные такие ощущения в душе от общения на нашем телеканале. Итак, я напоминаю, у нас в гостях Антон Сафонов, организатор проекта «Ритмсформация» и хореограф. Спасибо еще раз. А мы можем пригласить зрителей сегодня вечером? Конечно, можем. Должны даже. Да. Если у вас есть возможность, мы очень будем рады сегодня вас видеть на наших спектаклях, которые будут в 19.00, буквально через пару часов, в университете Мечникова на Французском бульваре. Мы будем очень рады видеть вас. Это день на седьмом, он заканчивается, но ваш день должен продолжиться, и обязательно седьмым. В студии для вас работала Татьяна Милимко. Всего вам доброго. И помните, танцуйте всегда так, словно вас никто не видит. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова